Всем привет! Сегодня будет короткое видео чисто про привязывание моих мормышек. Я не пытаюсь охватить все нюансы, все варианты узлов для мормышек. Я покажу только то, как привязываются мормышки с колечком и с отверстием внутри тела. То есть у меня это чертики и все остальные мои паяны во фрамовые мормышки. У меня нет мормышек с внутренним отверстием, таким вот как в свинцовых я их даже честно говоря не умею вязать, мне это не интересно. Я использую только с колечком, пока. Когда если что-то изменится, тогда уже будет другой разговор. Но вопросы даже по таким от новичков постоянно поступают. По вот таким и по вот таким. То есть а как его привязать? Поэтому я решил ответить на этот простой вопрос. Ну начнем с мормышки с колечком. Значит все бы очень просто. Вяжу я их так называемым двойным хирургическим узлом. Я слышал у него такое название. Ну это петлевой узел. Мормышка будет висеть на петле. Значит продеваем в любую сторону. Что внутрь, что и внешней стороны это совершенно не важно. Мы его продели. Там оставили какой-то хвостик. Ну такой, чтобы было удобно. Не экономим. Вот. И просто вяжем обычный узел. Самый вот обыкновенный узел. То есть мы вот так складываем и сюда ее продеваем один раз и второй раз. образуется вот такой вот узелок. Слегка его сюда поближе подтягиваем. Ну естественно смачиваем и затягиваем. Все. Обрезаем лишнее. И вот вот она висит. Все. Вот мормышка висит. Правильно. Под углом. Все как положено. Вот за счет вот этого петлевого петлевого соединения, скажем так, у нее есть определенная сеть, дополнительная степень свобода. При игре она играет более активно, чем привязанная допустим к линчам каким-нибудь. Есть такое мнение, что это гораздо лучше для подобных мормых. Ну все понятно и просто. Я их перевязываю на льду даже в мороз без всяких вообще вопросов. Надо перевязаться раз и все, все готово. Что касается мормышек с отверстием в теле. В принципе здесь тот же принцип, что и для чертей, для гирлянды. У меня видео есть. Ну там правда было с колечком, но это совершенно не важно. Мы продеваем леску в отверстие. Очень удобно это делать, потому что я далеко нахожусь, а освещение недостаточно. Вот мы его продели, вот он висит. И делаем те же самые вещи, что делали... делаем, когда вяжем гирлянду. То есть мы берем вот так вот петельку и начинаем скручивать. Раз, образовалась петля. Мы ее накидываем на первый крючок, подтянули, перевернули на следующий крючок. Раз. Раз. Перекрутили на следующий крючок и делаем ту же самую операцию еще раз. Все, подтянули, проверили. Держит железо бетонно. Не сорвет никогда в жизни, никуда не уедет. Ну это проверенное соединение на гирляндах. Это все прекрасно работает. Все. Вот оно. Вот таким же способом можно вязать тандем. Если не про гирлянды даже, а просто вот два чертика цепляешь. И вот таким вот образом совершенно спокойно вяжется тандем. Все. Кусуем лишнее. Ладно. Неважно. И все. Вот чертик готов к работе. Такие вот дела. Все очень просто, быстро. На льду опять же это все вяжется мгновенно и без всяких всяких проблем. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь все было понятно и просто. Всем пока. Продолжаем взять лед.